Появилась какая-то новая техника, скорее всего иностранного производства, которая не применялась ранее. Так как они видят цели на дистанции до 5 километров и очень быстро наводятся на эти цели. Причем наводится тот самый танк, который появился. Мы спрятались в подвале, командир дал приказ ответить им из подствольного гранатомета. Как только я выстрелил и зашел в подвал, чтобы перезарядиться, буквально через минуту второй этаж дома был полностью снесен выстрелом с танка. То есть у него время реакции очень быстрое. Некоторые предисловия еще ранее я слышал от наших танкистов, которые хотели поймать этот танк, что на нашем участке фронта появился какой-то опытный образец. Он ходит очень тихо, стреляет очень далеко и очень сильно мощно. То есть использует такую нестандартную тактику ведения танковой войны. Укры, как мы узнали, прозвали этот танк «Черная пантера» или «Черная смерть». Недавно в репортаже украинских новостей, вот он мельком мелькнул этот танк, ну и нам докладывали, он нестандартной формой, скорее всего, это не украинский танк. Что его выдает? Он черного цвета, плоская приземленная башня, у которой выдвинут задний отсек даже дальше моторного отсека. То есть башня очень плоская и длинная, а также очень-очень большая пушка. Также разрушение, которое он причиняет. Буквально на следующий день в расположении, в той точке, где мы были, мы вышли во двор с ребятами, так как начался минометный обстрел. Начали спускаться в подвал, в это время танк выстрелил, и соседний дом просто сдуло, как ветром. Это вот обычно танк, когда стрелял, были проломы в стене. Ну, когда он бьет там фугасным, ну, осколки. А здесь полностью дома просто сдувает. Причем он наводится даже на групповые цели из нескольких человек. Поэтому это что-то новое и, скорее всего, не наше. Они его прозвали Черная Пантера. Выезжает эта Черная Пантера, выезжает два танка. Он, используя свои вот эти совершенные приборы наведения, бьет по нам. В эту точку бьют минометы 120-е, 82-е, а два танка его прикрывают от наших танков. Потому как у меня в течение 10 дней было три жестких контузии. Сейчас я немного заикаюсь, это придает мне некий...